Поговорим еще об одной традиции, которая по ощущениям с переменами погоды связана гораздо меньше. Будет оттепель или сильный холода, не так важно. Платежки за коммунальные услуги с наступлением зимы в любом случае будут горячими. Уже с 1 декабря повысились тарифы на услуги ЖКХ. Индексация, которая по плану должна была произойти только летом 2023 года, прошла досрочно. Меры необходимы и вынуждены, однако справедливости ради надо сказать, что в следующий раз тарифы изменятся лишь с июля 2024 года, то есть через полтора года. Повышение платы для всех регионов на этот раз будет одинаковым, на 9%. При этом внутри региона в разных городах размер тарифов может варьироваться. Повышение это всегда неприятно, однако сам процент роста значительно ниже фактического уровня инфляции, который составляет 13,9%. Итак, Госкомитет Татарстана по тарифам утвердил тарифы на 8 коммунальных услуг. Газ, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО и другие по региону. К примеру, предельный индекс роста платы за ЖКУ в Казани составит максимум 10%. Насколько в итоге подорожала коммуналка, кому положены льготы и сколько, подробности у Деляры Юсуповой. Так, на сумму 400 рублей набежало. Затяжная война с коммунальщиками за неправильно начисленные платежи – привычные будни Рустема Хабибулина. Но не в этот раз. Счет фактуры пришла накануне, а повышение тарифов он знал и ничуть не смутился. То, что обычно вызывает волну возмущения, называет мерой, от которой не спрятаться, не скрыться. Говорит, Рост – это закономерность, которая все равно будет. Разница, конечно, есть, но незначительно. – 997 рублей к оплате. Тут к оплате у нас получилось тысяча с чем-то рублей. То есть 909 и холодная вода, которая для ГВС, тысяча с чем-то рублей. Несущественно изменилось. – А по электричеству? – По электричеству, вот, пожалуйста. – А тоже повышение? – Да, электроснабжение. 482 рубля. А тут 470 рублей. – Рост на 9% и рост везде. Правда, на цифры влияет не просто регион, а много факторов. К примеру, для домов с централизованным отоплением услуга будет дороже. Сельские населенные пункты тоже имеют свои особенности. – Давайте разберем на примере водоснабжения. У нас есть подземный водозабор. Это когда вода поднимается со скважин. Это более трудоемкий процесс. Это характерно для сельской местности. И это требует более больших затрат электрической энергии с меньшим объемом потребления. Соответственно, здесь средний уровень тарифа, если брать, он складывается от 35 рублей и выше за кубический метр. Далее вторая структурная группа дифференциаций – это поверхностный водозабор. Он характерен для крупных городов с большим объемом потребления. Это у нас Казань, Челны, Нижникамск, где вода берется с наших основных рек. Это Кама и Волга. Соответственно, здесь себестоимость складывается гораздо ниже. Для Казани тариф по электроэнергии вырос на 8,8%. Тариф на холодное водоснабжение на 10%. На водоотведение на 2,2%. Рост тарифа по теплу в столице Сатарстана составил 6,5%. Для всех муниципалитетов тариф на газ повысился на 8,5%. А на обращение с твердыми коммунальными отходами на 4%. Если сравнивать по Приволжско-федеральному округу, сегодня мы тоже произвели такой сравнительный анализ. Мы пока стабильно остаемся в середине регионов Приволжско-федерального округа. Суммы везде будут разные. Самый заметный рост до 12% наметился в столице Татарстана и еще в 29 районах и населенных пунктах. Тарифы наиболее заметно повысятся в Изнакаево, Арске, Бавлах, Бугульме, Заинске, Зеленодольске, Иннополисе, Набережных Челнах и Нижнекамске. Также повышение заметят жители поселков Аксубаево, Алексеевское, Джалиль, Карабаш, Камской Устье. Почему сейчас и почему досрочно? Не с 1 июля 2023, как это обычно происходило, а с 1 декабря 2022. Деньги пойдут на ремонт изношенных сетей. Износ коммунальных сетей – болевая точка страны. Одна из основных для Татарстана – инвестиционная программа водоканала по модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. И не только это. Ресурсоснабжающие организации в период санкций и экономического кризиса погрязли в убытках. За 2022-2024 годы дополнительно будет привлечено 2,2 миллиарда рублей в сферу водоснабжения и водоотведения, что позволит поменять на нескольких десятков километров сетей водоснабжения, что обеспечит надежное снабжение водой потребителей. Жители республики уже стали получать квитанции за декабрь по новым тарифам. Министерству строительства ЖКХ, главам администрации, энергосбыту, руководителям управляющих организаций, жилищной инспекции следует обеспечить правильность начисления, проверку по всем поступающим жалобам и обращениям, разъяснение населения причин роста платежей, а также действующих республики мер социальной поддержки. Не стоит забывать, что высокая цифра за отопление декабря – результат вовсе не тарифа, а морозов, которых не было в ноябре. Но если цифра все же смущает, необходимо обратиться в управляющую компанию. Если надзорные органы проводят проверку и выявляют нарушение, то, конечно, управляющая компания привлекается к административной ответственности и выдается предписание на устранение нарушений, и управляющая компания это воспринимает как произведение перерасчета, возврат излишней начисленной платы. Кстати, в комитете отметили, что 80% обращений в прошлом году касались некачественного оказания услуг, за которые жители платят полноценно. Уже с этого года в Татарстане внедрят новый механизм перерасчета. Если абонент недоволен, то и заплатят меньше. По-прежнему действуют льготы на оплату квитанции для уязвимых граждан. Ими могут воспользоваться участники Великой Отечественной войны, инвалиды, семьи, имеющие детей инвалидов, ветераны труда, люди, пострадавшие в техногенных катастрофах, многодетные и малообеспеченные семьи. Все те льготники, федеральные или республиканские, которые уже получают льготы, в январе получат ее в повышенном размере, потому что рост тарифов у нас произошел за декабря месяца, и это уже вошло в расчет формули при расчете размера субсидий на январь месяц. Получить субсидию можно, не выходя из дома, воспользовавшись порталом Госуслуг Татарстана. Там необходимо только подать заявление. Остальные документы получат с помощью системы межведомственного взаимодействия. Автоматически компенсацию предоставляют тем, кто уже получает льготы. В этом году ежегодной июльской индексации уже не будет. Ближайшее пройдет только через полтора года, летом 2024 года.